всем привет сегодня рассмотрим очередное правило от скотта мэйерсом из книги там эффективные си плюс плюс по моему что-то там 30 до 35 рекомендаций и там правило под номером 17 называется но от улов используйте отложенные вычисления и так и так вот я тут подготовил и сейчас это все вам покажу визуализирую ну конечно же если вы не хотите то вы можете это все прочитать сами в книге в его книге и так с точки зрения эффективности наилучшими вычислениями являются те которые вообще никогда не выполняют логично но зачем помещать такой код программу а уж если по каким-то причинам без данного кода программе не обойтись то как же избежать его выполнения выход в том чтобы отложить вычисления помните когда вы еще были ребенком родители заставляли вас убирать свою комнату так вот если вы были похожи на скотта мэйерса в детстве но и на других конечно же то сказали бы хорошо а затем вернулись бы к тому чем занимались до этого фактически уборка была бы для вас последним делом но только до тех пор пока вы не услышали бы как родители идут чтобы посмотреть убрали ли вы или нет тогда вы бы бросили свою комнату и сразу же принялись бы за работу но если бы вам повезло и родители не стали проверять как выполнено их поручение то вам вообще удалось бы избежать уборки комнате вот так вот так вот оказывается тактика задержки характерно и для программиста работающего с c++ в информатике такая тактика называется отложенным или буквально ленивым вычислением lazy evaluation при использовании отложенных вычислений классы записываются таким образом что вычисления не производятся до тех пор пока не потребуются их результаты а если результаты не потребуется никогда то эти вычисления никогда и не будут выполнены таким образом не пользователи в вашего программного обеспечения не ваши родители не могли бы выбрать более мудрый путь итак первый пример ну подсчет ссылок давайте рассмотрим вот этот пример и чем мы тут видим но мы тут видим какой-то класс вот это год на гитхабе не будет потому что смысла нет и наверное вот это тоже надо было не вставлять ну я вставил короче мы видим некий класс тринх вот у него есть конструктор по умолчанию конструктор с параметром который принимает строку и конструктор копирования и так чё же здесь вот давайте на этот пример посмотрим здесь создаются два объекта то есть смотрите обычная реализация обычная реализация ну стандартная реализация такого класса привела бы вот здесь к созданию второго объекта то здесь создаются первый объект а здесь создаются второй объект на основе первого то есть вот здесь работает конструктор копирования который выделяет память нужную для хранения вот этих данных дальше копирует эту память во внутреннее содержимое до этого объекта и и и и вот вот все да то есть выполняется некая работа то есть вот здесь вот здесь выполняется работа которая по факту может быть и не нужно по факту смотрите то есть мы уже знаем да здесь по идее ну при стандартной реализации вот здесь выделяется память и все такое так вот то есть это называется энергичная вычисление эйджер эволюэйш создание с 1 копии и помещение ее в с 2 однако в данном случае не было реально необходимости в том чтобы в том чтобы в с 2 находилась копия значения с 1 так как с 2 к примеру еще совсем не ни разу не использовался ну вот если мы выделим вот эти строки смотрите при ленивом подходе выполняется намного меньше работы в место передачи значение с 1 в с 2 с 2 всего-навсего разделяет значение с 1 то есть грубо говоря с 2 хранит ссылку на вот этот вот объект соответственно никакого выделения памяти и при копировании этого всего не происходит то есть данном случае по факту с 2 и с 1 разделяют одну и ту же область памяти так вот все на самом деле хорошо да мы уже в данном случае к примеру ну как при классической реализации это не так но не при классической реализации когда мы учитываем мы начинаем подсчитывать ссылки то есть это имеется ввиду ссылки сколько объектов ссылаются на какую-то одну и ту же область памяти так вот это называется ленивым подходом до подсчет ссылок соответственно много вот может быть создано объектов s1 s2 s3 s4 s5 либо вектор которые будут смогут разделять одну и ту же область память далее что мы здесь видим но здесь мы видим там вот здесь перегрузка оператора до для вывода в ну в данном случае в на терминал или в консоль вот в этом же случае у нас что происходит у нас изменение объекта с 1 не происходит соответственно здесь у нас происходит вывод здесь только операция чтения считывается дальше если бы у нас был перегружен оператор плюс то в этом случае у нас тоже происходило бы происходили бы только операции чтения данном случае прочиталось бы одно значение и второе ну то есть их сумма а дальше а дальше чтение то есть по факту изменение этих объектов не происходит все хорошо до тех пор пока вам не понадобится функция к примеру которая convert to uppercase ну к примеру возводит все символы в верхний регистр вот на этом этапе вот как раз уже и мы получаем отложенные вычисления что имеется ввиду вот как раз на этом этапе нам нужно изменить только объект с 2 смотрите с 1 и с 2 по факту разделяют одну область памяти при реализации вы то есть можно создать класс в котором к примеру при вызове вот этой функции вот только тогда когда нужно изменить объект только тогда выделяется память только тогда копируется вот это ну то есть вот это значение вот это вот эти данные к ним применяется конвертация верхний регистр и и все вытекающие последствия то есть до тех пор пока не будет вызвана эта функция эти объекты разделяют одну и ту же память то есть все вычисления откладываются аж на потом и если вам повезет они не будут выполнены никогда то есть вот это и называется отложенным вычислением более подробно с примером кода вы можете ознакомиться либо в книге скотта мэйерса либо же у меня у меня будут видео по этому примеру ну и по другим примером до более подробные но эти видео доступны по платной подписке поэтому пожалуйста подписывайтесь спонсируйте канал и и и ознакомливайтесь вот то есть это пример 1 отложенные вычисления то есть объекты ну классы с подсчетом ссылок дальше пример 2 у нас все тот же класс все тот же класс и смотрите в чем фишка у нас есть класс у нас есть объект этого типа да и что вот здесь происходит вот здесь по факту у нас происходит операция чтения операция чтения гораздо проще чем операция запись вот в этом случае у нас операция запись так вот как же вот это все добро отличить отличить считывание от записи потому что ну это я так здесь написал чтобы просто не ругалась при компиляции да по факту у нас мы должны как-то научиться разделять эти две операции потому что в этом случае действий гораздо меньше надо чем к примеру в этом случае так вот как же отличить еще рассчитывание от записи это можно сделать это можно сделать с помощью с помощью ну пипе перегрузки этих операторов вот и это можно достичь с помощью прокси классов то есть эти отложенные вычисления можно достичь с помощью прокси класса по поводу прокси классов у меня видео есть также отдельно которая доступна по подписке но здесь который не по подписке как вы видите можно сделать отложенные вычисления дальше понятие отложенной выборки смотрите у нас есть объект некий вот большой объект и этот объект может содержать очень много полей и эти объекты должны существовать после завершения работы программы потому что они к примеру могут храниться в базе данных каждый объект может ну точнее может а имеет уникальный идентификатор который может использоваться для извлечения объекта из базы то есть вот у нас примерно его структура у него есть поля раз два три 4 5 вот и есть некая функция которая восстанавливает объект с диска вот то есть он функция получает какой-то уникальный и и дальше восстанавливается объект с диска теперь смотрите поскольку экземпляры вот этих объектов велики получение всех данные для такого объекта может оказаться достаточно сложной операции особенно если информация должна быть извлечена из удаленной базы данных и там передано по сети более того если мы посмотрим на следующий вот этот кусочек кода что мы здесь увидим мы извлекаем данные какого-то объекта только для того чтобы узнать значение поля 2 вот и все то есть мы извлекаем все данные от нужно нам поле второе что же в этом случае делать в этом случае тоже можно использовать ленивый подход так вот ленивый подход заключается в том чтобы не считывать все данные с диска при создании вот этого вот но объекта вот этого вот типа то есть создает создается некая оболочка этого объекта от данные из базы извлекаются только тогда когда нужно чтобы они заняли свое место внутри объекта ну соответственно ну сейчас мы посмотрим пример но понятное дело что нужно будет еще модифицировать функционал доступа к этой базе данных чтобы база данных могла давать конкретно нужные данные то есть мы можем запросить поле 2 с айтишкой чтобы она выбирала только поле 2 они весь там к примеру объект вот но даже пусть у себя она выберет весь объект но нам вернет только поле второе так вот как это достигается вот это отложено и отложенное вычисление в этом случае в этом случае мы создаем ну указатели на эти поля вот почему мы ты был да потому что у нас функции которые казалось бы должны возвращать значение они константы а конст означает что члены класса изменяться не могут но мы можем поместить некоторые члены и указать что вот конкретно вот эти они все таки могут меняться функциями которые константны вот то есть мы грубо говоря компилятору говорим что дружище я четко знаю что я делаю и вот именно вот это поле может внутри меняться теперь смотрите создается объект все его внутренние члены до поля прониц это указатели указатели на какие-то объект и это указатели они пронициализированы нулем дальше при попытке доступа к какому-то объекту ну какому-то полю мы смотрим если указатель нулевой значит данным еще вычитаны не были только тогда вот здесь мы делаем запрос к базе данных либо к диску либо еще куда-то и только тогда вычитываем создаем объект и возвращаем результат при следующем запросе уже вычитываться не будет соответственно вот это отложенная как бы отложенная выборка называется соответственно при этом подходе у нас будут выбираться только те данные которые нужны вот и ну соответственно у вас не только вам нужно будет модифицировать ну то есть описывать все операции для своего класса да это конечно же местами будет сложнее чем просто сразу выбрать седан но дело в том что вот здесь вы повысите производительность вот поэтому вам не только нужно будет здесь поработать над такими классами но еще нужно поработать немного наверное над самой базой данных но это уже такое ну и рассмотрим еще один пример смотрите она называется ну вот раз ну не пример ну пример назовем отложенная оценка выражения вот так вот называется смотрите рассмотрим некий код есть некая матрица то есть вот шаблоны класс и есть матрица у которой есть там операции сложения и умножения теперь смотрите вот у нас есть матрица 1 да есть вот матрица 1 и есть мы 32 и чё у нас здесь происходит есть матрица 3 в которой мы складываем матрицу 1 и матрицу 2 что мы в результате всего получаем мы получаем тут 1000 на 1000 это миллион есть в результате вот здесь вот выполняется миллион операций сложения а нужно нам она или не нужно ну это вопрос такой под вопросом до вопрос под вопросом дальше возможно со временем код модифицируется и появляется вот такая строка создается матрица 4 и вот матрица 3 равна матрица 4 умножить на матрицу 1 то есть выполняется еще миллион операций умножения хотя по факту данные результаты точнее сложения нигде не использовались то есть по факту раз миллион вычислений 2 миллион вычислений и дальше возможно тоже ничего не будет использоваться так как же решать вот этот вот вопрос но согласно стратегии отложенного вычисления есть способ реализации если способ реализации содержит слишком много работы то она не выполняет смотрите вместо этого создается структура данных внутри м3 которая указывает что значение м3 является суммой м1 и м2 то есть такая структура к примеру содержит всего лишь указатели на м1 и м2 и содержит перечисление то есть какую-то переменную которая указывает а чё нужно сделать с этими данными то есть данном случае два указателя и плюс треть третья информация о том что нужно сделать в данном случае запишется что нужно будет сложить а после выполнения вот этой операции будет содержать указатель на м4 и м1 и запишется информация о том что нужно будет умножить то есть по факту никаких вычислений не происходит по факту просто обновляются указатели на эти объекты и на то что нужно с этими матрицами сделать ну конечно же вот этот вот вариант может в практике и не встречаться потому что ну вряд ли бы кто-то писал программу которая сначала бы вычислила сумму а потом бы умножила результаты сложения не использовала но все может быть программы разрастаются появляются новые ветки куча функций и где-то где-то может закрадываться такая ошибка это раз но во вторых все-таки даже вот в этом случае но пусть мы умножили мы выполнили миллион операций но нам нужно к примеру вывести значение там четвертой строки там если бы у нас был перегружен оператор вывода в например вот так вот м3 там четвертую в данном случае нам надо было нужно было бы вывести четвертую строку м3 то только тогда нам нужно было бы ну если использовать тактику отложенных вычислений то только вот на этом этапе нам нужно было бы умножить значение четвертой строки одной матрицы и второй только только в этом случае и все и все так вот ясно что нельзя отложить все вычисления ну в этом случае то есть отложить все вычисления нельзя но при этом ничего лишнего вычислять не нужно кроме четвертой строки и при благоприятном стечении обстоятельств много много ну куча вычислений просто никогда не произойдут вот в этом случае потому что по коду возможно никто и умножать и не будет возможно кому-то нужно будет просто просуммировать две каких-то строки или вообще не то что строки а два каких-то значений из одной матрицы и из второй так вот давайте немного к истории вот отложенные вычисления они скрываются за чудом который называется язык программирования а и пи эль этот язык был разработан в шестидесятых годах для интерактивного использования теме кому приходилось выполнять матричные вычисления функционируя в компьютерах имевших меньшую вычислительную мощность чем чипы применяемые сегодня в микроволновых печах язык и пи эль был способен складывать умножать и даже делить большие матрицы как тогда казалось почти мгновенно его изюминка заключалась в отложенном вычислении этот подход был очень эффективным так как пользователи а пи эль в основном складывали умножали или делили матрицы не потому что им была нужна полная результирующая матрица а потому что требовалась только небольшая ее часть язык а пи эль применял отложенное вычисление задерживание задерживая осуществление операции до тех пор пока не было точно известно какая часть результирующий матрицы необходимо а затем вычислял только ее это позволяло выполнять сложные вычислительные задачи в интерактивном режиме на компьютере мощность которого была бы совершенно недостаточно для реализации использующей энергичное вычисление то есть для реализации которых нужно было бы сразу все вычислять вот ну конечно же сразу же все вычислять нужно если бы было бы вот вот так вот m3 вывести всю матрицу тогда да тогда по любому нужно было бы понимать мы бы смотрели ага указатель 1 указатель 2 еще надо сделать умножить хорошо и вот на этом этапе да мы бы начинали все вычислять но по поводу реализации вот этого примера то есть примера реализации да не полная реализации матрицы потому что ну все таки ну это нужно потратить какое-то время на тестирование но пример реализации я думаю вы тоже сможете найти у меня на ну по платной подписке да вот то есть по платной подписке из этого урока уже как минимум два примера вы сможете найти но я думаю я сделаю и 3 до найду время и сделаю вот как раз пример вот для этого случая так вот какой же какой же итог резюме и так приведенные 4 примера показывают что отложенное вычисление может быть полезно в самых разных ситуациях для того чтобы избежать напрасного копирования объектов нужно для того чтобы отличить чтение от записи при использовании оператора до квадратные скобки где он где он где он ну где-то был где-то был вот он да не делать лишнего считывания информации из баз данных и многочисленных ненужных расчетов однако использование отложенного вычисления не всегда оправдано точно так же как откладывание обычной уборки не спасет если родители всегда проверяют вас отложенные вычисления не сократит работу программы если все вычисления необходимы в этом случае конечно же если вы знаете что необходимы все вычисления то лучше их вычислить сразу на этапе старта программ действительно в таком случае отложенное вычисление может даже замедлить выполнение программы и увеличить расход памяти потому что вам придется не только проделывать все вычисления которых вы надеялись избежать но и управлять сложными структурами данных вот потому что для того чтобы сразу все вычислить ну все вычислить не так уж сложно да в данном случае просто пробежаться по 2 матрицам и сложить но сделать реализацию отложенного вычисления немного а паря иногда и не то что немного а гораздо сложнее чем сделать все по простому соответственно соответственно отложенное вычисление полезно только тогда когда точно известно что ваша программа будет выполнять операции без которых можно обойтись нет никаких специфических особенностей отложенного вычисления в языке си плюс плюс данная методика может применяться в любом языке программирования соответственно какой вывод ну окончательный вывод мы можем сделать если вы предполагаете что вычисления могут никогда и не понадобится то попробуйте реализовать и протестировать классы которая использует отложенное вычисление но если же вы знаете что вычисления нужны обязательно и всегда то тогда не балуйтесь с отложенным вычислениям потому что отложенные вычисления это более сложной реализации и иногда как было сказано возможно потребление дополнительной памяти или же иногда какие-то проседания то есть первый вариант вы все вычислили дальше у вас программа работает чет но вы вы знаете с какой скоростью она работает а вот но когда вы в процессе работы программы производите какие-то вычисления которые зависят от ввода пользователя ну к примеру пользователю надо сейчас вот и в этом случае до матрицу м1 и м2 сложить потом его матрицу м1 и м2 надо умножить потом там разделить к примеру и вот при тактике отложенных вычислений вот это все то есть производительность где-то будет проседать то есть я имею ввиду к примеру те программы для которых производительность должна быть константной ну в режиме реального времени ну к примеру это может быть игра какая-то то есть real time и вот здесь лучше вычислить все что можно до до старта основного процесса и там у вас основной цикл будет происходить грубо говоря без затормаживания но если же там повсеместно будет отложенное вычисление то при этом real time у вас иногда может проседать так сказать ну грубо говоря fps или еще что то ну короче я думаю идею вы поняли ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока субтитры дела